Проходите. Ой, здравствуйте. Быстрее дверь закрывайте, тихо не упускайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Тапочки теперь приготовьте. Спасибо, Данитич. Здравствуйте. Заходи быстрее дверь закрывай. Закрываем. Значит сразу скажу правило. Вот эти вот матрасик, это улица. На него голый ногой не отступать. Хорошо. Как раз улица, сразу нашу обувь. Хорошо, Данитич. Это мы город отрезаем от себя. Хорошо. Так, у кого нога большая, наденьте комнатный. О, какие классные маленькие. О, это твой размер. Вот это я понимаю. Вот это гостеприимство. Мы ждем. Давайте укладывать где можно. Хорошо. Мы тут тоже снимать будем сами. Заходите. Ладно. Давай, Наташа. Разденьте. Можешь здесь поможем поделать. Здрасьте. 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 Я извините. Еще такую новость какую взяли. Наташу не хотели брать с собой. Это да. Я говорю никак. Смотри, какая красота у меня. Ой, какие у вас кошки красоты. А вот, гляди. Ой, гляди. Это его сын. Маленький. Ему 6 месяцев. Той кочервей какой. Тут все у нас есть. Да. Надо будет стул еще взять. А как зовут, Игнать Тихонович? Белый. Белый. Так и зовут его. А что ж это за порода-то такая? Да сибирский скорее всего. Смотри, там еще эти... Те-то валенки видать не налезут. Садись. Здрасьте. Садись. Проходите. Проходите. Я не знаю, какой вам размер. Да не надо ничего. Я так нормально. Это... Да нет. Так. Ну что? Где вы что будем писать? Садитесь где? Наденьте вот это вот. У нас пол холодный. Вы будете беспокоиться? Нет. У вас трехэтажный можно что ли? А. Трехэтажный дар у вас. У нас всегда был. У меня по другому не было никогда. Ну ладно. Там где жил на второй строительной, это 12 квадратов комната и 80-ая. А я помню. Одиннадцать человек, которые не на полу только ночевали. А около вокзала там день и ночь вот так вот шло. Игнать Тихонович, ну вы садитесь за компьютер. Давайте. Вы и расскажете, что вот у нас тема-то какая. Ну давай. Года не беда. И в возрасте можно и компьютер освоить. Вы нам расскажете как раз во сколько лет вы компьютер освоили? На компьютере? Да. Со скольки лет? В 2001 году, 21 октября мне показали как включать. Я скажу, время даже дня. Во. И сами всему научили. А потом мне показали как запятую превратить в точку. Это мне Галя. Тогда она была еще не Загуляева, теперь она Загуляева. А дальше у нее муж программист. У меня три программиста работают на меня. Которые в городе. Это настоящие большого класса. Вот. Сейчас вот закончил мой крестик. Два высших образования, все с красными дипломами. Так. Дима, говори. Куда это называется? Что я уйду с этого? Не, не. Нормально. Мне ничего не надо. Не, ничего. Смотри. Пристаньте, пожалуйста, чуть-чуть. Ага. Так. Вот сюда, да? Вот сюда. Садитесь. В петличку. Ага. Сейчас я петличку одену. Сейчас я петличку одену. Серега, садись тоже сюда. Так. Представьте мне. Кто? Сергей Александрович Тепляков. Ага. Так. Это кто? Наталья Сохарева. Наталья Теплякова. Жена его. Так. Вы кто будете? Дмитрий. Дмитрий, оператор. Так. А с какой организацией? Катунь 24. Телеканал. Телеканал. Телеканал Катунь 24. Так. И что у вас за цель была прихода сегодня сюда? Цель у нас... Погромче, Анташа. Цель у нас... Громко говорю. Цель у нас такая. Мы делаем программу на телеканале Катунь 24. Мы с Сережей делаем программу. И вот одна из тем, которая будет в четверг у нас программа, это что... И после семидесяти жизнь существует. Жизнь только начинается. Абсолютно правильно. Ну тут есть что сказать. Вот. Вот. Дело в том, что у вас будет необычно здесь. Вы только не... Потом можете кое-что убрать, но главное не убирайте. Ага. Два слова, чтобы... Что с этими словами будет связано, сохранить. Это Христос и Библия. Сохраним. Тут один у меня знакомый написал о Наполеоне книгу. Вот он. Не знаю, не знаю. Эпоха Наполеона. Не знаю мы таких. И мне ее подарил с надписью, говорит, здесь не обошлось без вашего влияния. Так? Да, конечно. В жизни не обошлось без вашего влияния. На него напали где-то, а я на вашу сторону-то стал как? Давайте вам петличку повесим. Давайте, пожалуйста. Можете перевстать пока, да? Так. Подождите, сейчас я посмотрю, как бы нам ее... Ага. Все, нашел. Вы что-то меня подставить снова артистом заделаете. Правильно. Ну что теперь? Угу. Я расскажу, как было. Так. Брат у меня в Тобольске был настоятельным, отец Аким. Будьте любезны, вот внизу вытащите, вот из-под рубашки. Не, из-под рубашки. Да. Вон там внизу. Прям сам. Давайте вот так вот сюда. Вам провести провод туда? Да, да, да. Ну я без пояса-то никак. Все, все, все. И вот он звонит, говорит, тут снимается фильм и хотят с вами встретиться. Малашин Юрий Николаевич. Новосибирская опь. Он считался мозгом этой телестудии. Угу. Так, все. Все. Секундочку. Попал я в первый фильм у них. Преображение. Угу. А потом он вставил второй фильм. Уже полностью про меня. Называется «Второе крещение Рузи...» или «Глаз вопиющего». Это вообще... Он единственный был из корейских... Тогда вон на большие катушки снимали, вот такие эти, бобины там. Он ездил с патриархом Алексеем Вторым. И весь фильм поставил против. И он там делает... Патриарха берет интервью у меня, как будто мы с одним столом сидим и там вообще... А он на моем сайте стоит этот фильм. Не здорово. А потом приехал сюда этот... Кузнецов. Он работал здесь, Владимир Сергеевич, в краевой администрации, в отделе культуры. И он ставит фильм «Пречувствие». Это филиал Красноярской студии. Он там жил от Свердловской. А их три только телестудии в Советском Союзе было. Не телестудии, а назывались киностудии эти. И он ставит фильм «Пречувствие». И с этим фильмом выезжает на международный киноконкурс в Югославе. Я опоздал. Уже первая, вторая, третья премии поделены. Он говорит, ну хоть посмотрите, что у меня есть. Ну уже премию-то все распределили. Завтра вручать. Он говорит, ну вы посмотрите. Когда они посмотрели, первую премию сместили ему. Которая первая была на второе. Первую международную взяли. Золотой Витязь. Ну конечно. Им сказали, как бы, говорит, не Лапкин, вам бы фильм вообще не получил ничего. А я никто, я просто говорил во Христе как. И он помадился. Приезжаю второй раз. Я говорю, а что ты? Еще фильм сниму. И второй фильм занял первое место в России. Ну хорошо, Игорь Сергеевич. На второй фильм он так и назвал. Знаешь, какие рейтинги с разного программы будут? Златоусов потеряют кинозвалу. Да, я помню. Помнишь? Я не все на моем сайте. Это еще Титов. А, Златоусов второй строительный называл Титов. Да. Когда вас сажали. Я хочу как раз по книгам показать тут. Да. Вы хорошо знали, был у вас филитонист такой Титов. Ну я его так знал, конечно. Виктор Иосифович, да. И он был на суде на моем, когда меня осудили. С первого до последнего дня сидел, калачевый, торчал. И когда все закончилось, у меня отдельные стаканчики, охранники вот так стояли, ни на шаг не отходили. Двенадцать краснопогонников меня охраняли. Японский шпион. Нашли радиостанцию в подвале 68 школы. И так эту малу пустили. На шаг даже не спускали глаз, что бы я с собой не сделал. Ну, когда кончилось, подошел, разрешение ему дали. Он сказал, это у вас все? Я говорю, все. И вот когда я освободился, а он написал поганую статью, она вот здесь вот в книге. И теперь я уже реабилитирован, он пишет такую же статью. А я пришел, майор был, Юрий Алексеевич. Это ваш главный там редактор салтайской правды. Он говорит, а кто бы написал? Я говорю, а кто писал? Чтоб тот и написал. А до этого времени его жена с дочкой уже потеряевку съездили. И вот он написал вторую статью. Почему я златоуст вторую статью напишу без кавычек. И мы готовили большой материал с ним. Как бы обратившись атеист, проходит время-то. И в это время у него вот эта беда он ушел. И уже добился разрешения. Тогда, кажется, Ольга Николаевна была, Шевчук уже. Его не стало. А ты-то уж еще с каких пор у нас? Ну да. А Щерникова Сашу-то знал? Мы же вместе сидели, мы же вместе к вам ездили. Вчера у нас тут был Волобой, вчера день общины был. Снимков много оставил. Потом, если есть на что скачать, мог бы. Сейчас настроим. Да. Ты видишь, что это такое? Я готов. Веб-камера. Так мы пишем, сколько у меня этих роликов, видеороликов. С какой бы стороны ни звонили, Санкт-Петербург, там с Америки. Все записывается и все в интернете стоит. Игнать Тихонович, расскажите, сколько вам лет? Мне будет 10 июня 75. Я сейчас посередке стою. А компьютер во сколько вы освоили? Сколько вам было лет? 62 года. Расскажите, как это было? Ну, как было? Я, понимаете, есть такое слово. Это застарелый, как говорится, на одном месте стоит. Я везде прошу только, чтобы не было хуже. Я настолько доволен, что у меня есть, только хуже бы не было. Они говорят, не будет хуже. И вот приезжает такой писатель Александр Нежный. Это большой человек. Вот я попутно приходится говорить, хотя не об этом. Он друг Крючкова, представителя КГБ СССР. И имел доступ ко всем архивам. И написал допрос Патриарха Тихона. Книга! И он привез много компьютеров, подарить по тюрьмам-то везде. А у меня он был здесь. А мы давно знакомы. А я говорю, а зачем он нужен? Я вообще не считаю. У меня машинка есть, на машинке печатают другую. Мне надо было убедить в этом-то. Но я согласился. И вот первый маленький такой был. И на нем я начал тогда. У меня все необычно. Не то, чтобы я думал, я буду... Я не думаю никогда об этом. Просто оно само так получается. Игнат Тихонович, а сложно было обучиться? Сложно? Ну, как сказать. Ясно, что непросто. Дело тоже, по мне, равнять нельзя. Потому что я окружен любовью Божией. Столько людей. У нас же община, как бы я один был там. Вот один программист, другой. И вот мне приходят, я вел занятия тут в пяти институтах. Последнее время в АГУ и в АГТУ. И вот приходят старобрядцы, там, баптисты, пятьдесятники, СВСБ, Крайвая администрация. И подходят старобрядцы. И говорят, вот эти газетки, 14 я выпустил. Ну, на отдельных рисках. Крещение, покаяние. Их надо книгой издать. Я говорю, а зачем? Они уже изданы. Я соглашаюсь, там верстать будет. А что такое? Ничего не знаю. Теперь все книги, это все я сам уже верстаю. Все книги, это вот с восьмого тома сверстаны. И вот как Господь сделал. А они говорят, мы книгу издадим. Но только чтобы все после Никоновской реформы, чтобы туда там, и Антараштадский, и Игнатий Причин, чтобы туда не вошло. Они не любят их. Я согласился. Но у них на чем-то затормозилось, и они не могли. А у меня в это время пошло уже. И вот в это время, когда мне надо помогать, я не знаю, какой шрифт взять. В это время, можно сказать, без дела оказывается, Ермонах Нафанил Студников. Он был духовником Черной Сотни в Алтайском крае. Боевой такой, там громить надо. Книги сжигает кострами, там это вообще. Но когда появился он здесь, и он на этой койке у меня оказался. Вообрази. Рядом. Он, это единственный человек, который я видел, который печатает быстро десяти пальцев методом по-русски, по-английски. А где такое? Игнатий Причин, а Вы расскажите, какой день был, какого числа Вы первый раз в теле Вам показали, как включать компьютер? 21 октября 2001 года. Первый, где я ткнул его в розетку и показала Галя Загуляева, можно она была еще, как запятую превратить в точку. Я до того удивлен был. Я же тысячи страниц печатал на машинке, книги перепечатывал. А сейчас Вы что уже умеете? Вестайк? Какие программы Вы освоили? Посмотри, что мне открыто? Заглядь сюда. Форум Ваш. Православный форум. Это полторы тысячи тем. Я смело могу сказать, что форум такой трудно найти в интернете. То есть Вы модератор? Первая тема. Прочитай первая тема. Роль России на политической мировой арене. Представь. Вторая тема какая? Глеб Грозовский. И вот такой вот. Это здесь только вот я. Сколько у меня здесь? Кажется шесть тысяч пятьсот только моих сообщений. Я конечно тут какую-то роль играю. Ну у Вас я смотрю и веб-камера. Это поставил мой крестник. Это я бы не составил. Видите как составил? Тут поисковики. Тут все сделано. Второе. Это я работаю в Mail.ru. Мой мир. Здесь более тысячи двухсот наших роликов. Видеороликов. Более семи тысяч этих фотографий. А в Одноклассниках Вы есть? А? В Одноклассниках Вы есть? В Однокласснике есть. В Фейсбуке. В ВКонтакте. Ну все есть. Вот теперь я только покажу. Смотри. Самое главное. Это вот это. Это наш сайт. Вот он сайт. А на сайте самое главное. Вот это четыре тысячи сто двадцать четыре ответа. А вот пятьдесят пять паков, по которым распределено. Это те вопросы, которые мне задавали в милиции, воинских частях. Но я же три радиопрограммы вел-то. Это все здесь. Но у нас здесь есть то, чего нигде нету. Вот смотрите. Православный форум. Сейчас только ткну. Я уж не буду трогать. Сразу на форуме. Точно так перебрасывается здесь. Вот звук. Здесь пятьдесят книг моим голосом насчитанных стоит. Их нигде в мировой сети нету. А Вы расскажите вот о Ваших путешествиях. Сначала до этого дайте. О путешествиях. Дойдем. Игнать Тихонович, знаете что расскажите? Вот сколько времени Вы сейчас проводите за компьютером? Шестнадцать часов каждый день. Ну бывает пятнадцать, бывает четырнадцать. То есть если так взять, пятнадцать с половиной часов каждый день. А что Вы делаете? Ну как что? Я отвечаю на вопросы. Ко мне тысячи вопросов идут. Через интернет? Через интернет все. Это через контакт больше всего и здесь. Тут такие вопросы с Кураевым вот сейчас. Что я выставил только. Вот я сейчас покажу немножко хотя бы. Вот посмотрите. Кроме того у нас открыт православный видеоканал. Ну сколько здесь? Здесь у нас сейчас тысячу пятьсот. Вот стоит только первое. Только что поставили. Вот если показать. Это вот то что прямо иногда стоит. Так это кто? Чаплина Кураева. Сколько посещений? Вот смотрите. Дальше опять. Ну это задержка бывает небольшая. И опять. Я себя продергиваю. Видите? Стойка. Как они поступали с нами. Как говорили. Как что было. Вот. И все у нас это записано. Это о крещении. Вот здесь посещение. Вот допустим самое посещаемое здесь было. Сколько? Об увольнении из Московской Духовной Академии Андрея Кураева. 17 тысяч за неделю. Посмотрела. Ну да. Так отзывы то какие? Что от таких отзывов вообще нету. А началось с чего? Он где то выступал Андрей. А тут же стоит это дело. Ну я не знаю какая аудитория там. Он же в университетах везде. И он задает вопрос. Кто самый выдающийся миссионер в России? Он в настоящее время живет. Никто не знает. Он с Игнатием лапками в Барнауле. И дальше начинает говорить. А вот недавно он в эхо выступал. И ему говорят. Вот вы говорите о вере. Надо самоотречение иметь. А есть ли такие люди герои вернут? Я одного знаю. Им там говорят. Опять называют меня. Поэтому. Я его знаю. Он приезжал сюда. Мои все книги покупал. Андрей Кураев здесь был. Игнатий Тихонович. Теперь я скажу. За компьютером. Я провел за 8 лет там несколько месяцев. Больше 30 тысяч часов. Все. Стихи я сейчас все это покажу. У меня 4 тома одновременно выходят. Должны бы выйти. Но не на что издать. Такого тоже никогда не было. Я сейчас открывать когда будете. Вы поражены будете. Это 4 книги одновременно. По 800 страниц. Моих стихов. От корки до корки. Игнатий Тихонович. А где вы берете энергию то. Чтобы все. Алло. Бог мой. На небе. На небе. Вот у меня главное оружие. Это вот. Лестовка. Я как то говорил. Я служил в морфлоте. МФ. Многим занимался. Языки там разные изучал. А вот теперь у меня осталось МФ. Это молитва и форум. Тоже МФ. Проходит час полтора. А я на молитву. Молитва это около 7 минут. Не меньше 7 раз в днем. Молиться не считая ночи. И вот отсюда Бог дает. Что там энергию. Про энергию это Бог. Сила наша. Я вот хотел. От старости вы вопрос задали. Вот посмотрите немного. Какой то вопрос еще был у вас. А на сколько лет вы сейчас себя чувствуете? Я на 25 годах застрял. Совершенно нереально. Вот я. У меня в Потеряевке там две голубятни. И здесь. Я туда-сюда. Вот сейчас только снимали. Сходили волосы. Снег идет. У меня снимает. И голуби меня тут облепили. Голуби породистые. Ты видел как они там крутятся. Это вообще чудо. Это Бог делает. Ты забываешь обо всем. И вот я хотел сказать о старости. Потому что стариков много. Но мы когда идем по деревням. Где-то. Потому что мы в каждый дом заходим. Сергей ходил с нами. Знает. В таком этаже ходил. И вот старые стонут. Пенсия маленькая. На лекарства не хватает. Но когда мы встретимся. Они все это забывают. Весь зал из одних пенсионеров. Ни один не уйдет таким каким пришел. Я им говорю. Я почему не болею. У меня восьмой десяток я не болею. И ничего не болит. Болит все. Но это не болезнь. Это естественно. Приступает осень. Листья желтеют. Одно поколение уходит. Спадает. Другое приходит. Сейчас соните. Вы знаете где наш президент? А где? Вот это даешь ты. Хозяина страны не знаете. Да он сегодня полетел в Японию. Путин на Окинаве. Молиться надо, чтобы благополучно вернулся. Потому что на него многие злятся. Знаете где патриарх находится? Он как раз в разъезде. Почему не молишься? Да я не могу. Ваба брось. Вставай с кровати. Я их расшелушу как. Ухожу. Они совершенно другие. Научитесь жить интересно, красиво. Вот вы меня сбиваете. Я сейчас показал как о моей жизни стихотворение написано. И как ее поют. Она на музыку положена. 90 примерно стихотворение. А у нас просто через камеры не передано. Понимаешь? Вот смотри. Вот эпиграф моей жизни. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. То есть смерть она несет плоды. В латышском написано Наванесауглюс. То есть смерть не отнимает, а приносит. Почему? Отпускай хлеб твой по водам. Потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. То есть ты давал, жертвовал. И вдруг все это, когда ты умираешь, перед Богом возвращается. Вот мы поездки сделали. За два года мы подарили книг наших на 7 миллионов 150 тысяч. Расскажите, куда вы поехали. Вообще, сколько вам было тогда лет? Это больше всего началось. Сколько лет? Ну, 73. Было, наверное, 72. Вот последние только три года мы уже специально приобрели газель грузопассажирскую. Когда кончились у меня книги, вот эти вот книги показать. Это 38 книг. Когда у меня вышло, каждая книга 752 страницы. Ну, посмотрите. Библиотека любая похвалится. Показывает библиотеку Владимира Владимировича Путина, и они стоят. У медведя, у патриарха. Получил, вот я покажу, это вот пачка у меня. 440 благодарностей от президентов. От Лукашенко. О, кого я уважаю. От Рамзана Кадырова. Нас принадлежали не ездить. А мы еще два раза в Чечне были только. Шесть мусульманских республик прошли. Я включу вам, как я в доме Муллы, и как там проповедуем. Игорь Тихонович, а сколько всего вы проехали? Ну, каждый год в среднем мы проезжаем где-то, если так взять, то два месяца, двадцать дней, это так, примерно это, по 40 тысяч километров. Точно по экватору землю. Вот у нас нынче программа была, то есть нынче, это в тринадцатом году, она маленько превысили даже ее. Значит, мы проехали 15 государств. Нас говорили, не пустят на газели, от нее загазованность, как по маслу прошло. С такой литературой, с Германией звонят специалисты, с таким грузом никогда вам не дадут работать. Я говорю, а Бог? А Бог? Нигде, ни одной задержки нигде не было. Но вообрази только, мусульманских шесть республик прошли, и в каждой национальной библиотеке лежат христианские книги. И все это на ролике снято. Я за компьютером-то провел не зря время. Вот теперь этот хлеб и плывет. Нынче у нас программа, если Господь благословит, в конце мая, до этого мы даже примерно в Калужской области или Смоленской забросили туда груз, 4 тонны книг. Потом едем сами. Едем мы через Болгарию, Румынию, видимо, придется проходить, в Грецию. Первое место, где люди собираются. Потом переезжаем через море, сразу в Италию. А дальше Франция, Испания, Португалия, Атлантический океан. А до этого мы были в Тихом океане, Владивосток, находка. Прошли. Все вот эти районы, 440 городов за три... Сколько это у нас прошло? За три года, считай. Ну, летние только месяца, зимой-то мы не движемся. Это Бог делает, это невозможно. У нас до того жесткая программа. Вот, когда заправляется на станции, а кто-то платит деньги, остатки там. Но он уже обратно идет, он должен уже бежать, на ходу садиться. Мы уже секунды, мы не минуты, а секунды. Мы должны в среднем пять районных центров пройти, встретиться с людьми. У меня совершенно необычная программа. Ага, Игорь Ильич. А расскажите распорядок дня, во сколько вы встаете? Всегда в 4.40. Где бы мы ни были, в 4.40. А сколько спите в сутки? Ну, теперь что спрашивать-то? У меня и мотор уже не тянет. Это раньше было, я на это дело пошел, 2 часа 30 минут уходило. Я постепенно... Ну, Леонардо Давидович мне здесь помог. Был такой Костник Елизаров, я прочитал Эдисон, они больше трех часов не спали. Я всегда держал ориентир по высшей шкале. Но дело в том, что ничего это нельзя сделать. Он говорит, а можно повторить, что вы едете? Это нельзя. Вот нас пугали этими мусульманскими республиками, особенно Азербайджан, Чечня. Я проехал и сказал, все правильно сказали. Но на нас это не срабатывает. Тысячи людей молились за нас, православные, священники, архиереи, баптисты, адвентисты, католики, мусульмане. За нас все молились. И поэтому мы как будто плыли. Вот такая обстановка, паспорта забрали, нас не пропускают. И вдруг дверь открывают, кричат, откройте ворота, пропускайте их. Это надо видеть было все. Ведь мы не думали ничего этого. А как я на молитве получил мысль такую, я не слышу никакие голоса, ничего. Вот. Это надо сделать. Господь говорит, будет время, люди будут жаждать услышать Слово Божие. И ходить от моря и до моря. Я понял так. От моря и до моря будут, когда ходить неизвестно. Я пройду от океана до океана и заранее подготовлю почву, чтобы люди там могли находить. Хорошо. Игорь Тихонович, спасибо большое. Давайте оператор подснимет. Давайте. Хорошо. Игорь Тихонович, а вот это вот есть где-то? Вы можете распечатать вот этот текст? Нет. Можно еще? Куда? Серега, можно попросить еще вернуть на начало? Я думал, что считать. На начало, вернитесь. На самое начало. Вот это эпиграф моей жизни. Для меня жизнь Христос. Вне Христа у меня жизни нет. А смерть я ее жду. Каждый восход солнца я жду. Не сегодня ли ты меня позовешь, Господи? Вот эта жизнь подготовительный этап. Смерти нет. Есть воскресенье. Для людей смерть трясутся старые, там какую-то виагру. Фу, срамота одна. Ты каждый день радуйся, что такое богатство Бог дал тебе. Опыт какой. Я могу молодым передать, наставить, дать ответы. Вот сейчас у меня племянник. Геннадий Тихонович, а для здоровья вы что-то делаете? Может обливаетесь? Там ведра не ваши стоят? Да нет, я не обливаюсь, но у меня тут небольшое есть. Я могу даже показать где-то. Ну вот когда зимой попрыгать на пупурышках этих. Потому что это для подошвы полезно. Надо еще сайты мне показать. А сайты покажите? Вот где ваши? Ваши где? По которым вы сейчас покрываете? Я покажу сейчас, что еще у нас есть. Вот смотрите. А шапку покажите сайтом? Вот она. Да, да. Вот она. Этому сайты нет равны. Это супер сайт. Ну и что-нибудь нажимать там. А форум откройте свой? А? Форум откройте свой. Форум, форум. Вот открою я. Вот смотрите. О сайте знает президент. Ему послана насчитанная Библия. Все послано дано. Я ему послал просто с книгами. У Медведева есть, у Патриарха. Это не наше. Дальше хочу показать. Вот смотрите. Вот это вот наш, конечно, самому это никогда не сделать. Православный видеоканал. Ну да. Вот смотрите. Подписчиков. 636 подписчиков. 176 тысяч просмотров. 176 тысяч это посещение. Это вот где-то за последнее время. Вот. Дальше, что у нас есть? Открытый живой журнал. Жизнь православной общины. Вот оно я говорю. Видишь как? Это тут мои стихотворения. Наши дети. Вот оно где. Видите. Потеряевка. Как встречают. Что? А дальше. И вот я в доме Муллы. Мусульманка. Вот только ткнись сейчас и вы услышите как мы разговариваем. И вот она мне вчера только посылала отец Игнатья. Она по-другому называет. Кричит. Мой учитель приехал. Мы идем с ней в городе. Остановилась там знакомая. Она знает четыре языка. Вот. Упал по-моему. Подними. Ага. Стоп, 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 стоп. Все, все, все. Осторожно, осторожно. А не страшно. Вот она шла. Все сзади поднял. Ее спрашивает. Это ваш муж? Снимем. А она говорит нет. Это мой учитель приехал. Знаете, можно мы снимем? Да. А как так могло упасть-то? А бывает. Да ничего страшного. А моя зерна никакая тут? Нееет. Нет, все нормально. А вот смотри, Сережа еще куплен был. А, по две тысячи гигабайт два диска. Ааа. Терабайты. Потому что все запишем и все это обрабатываем. Тяжело было засваивать эти слова. Гигабайты, терабайты, килобайты. Да что это все? Это ничего не значит. Главное, это самое главное качество, которое нужно приобрести. Смиренно, мудрее во Христе. Ну давай. Богу починить все. Игнать Тихонович, а нам для камеры... Походите? Ну походим. Я сейчас покажу дальше. Давайте еще. Это не книжка, это дневник. А, дневник? Это ваш? Мой дневник. Я веду дневник примерно 60 лет. Ничего себе. И в тюрьме, и в лагере везде веду дневник. А это за какой год дневник? Ну это у меня куча таких сколько. Каждый день я записываю все. Правильно. Наташа, ты даже не знаешь, что у меня есть. Вот КГБ сожгли, говорили, две кучи они сожглищего литературы там. А у меня писем только. 77 томов по 650 страниц переплетенные в тома мои переписки. Еще осталось 77 томов. Я недавно посмотрел. Не дожгли вообще у нас когда-нибудь. Я подготовил газеты, которые, разные газеты, подшивки где-то. Я замерил 13,5 метров в развернутом виде. Метров. То есть речь идет о том, что для будущих поколений я заготовил, может, тонны-полторы только в периодике. Советской, другой. Мне это очень интересно. Вот если вам это интересно, то вот я одно дело хотел показать. Посмотрите. Вот это стихотворение я написал. Разрешите мне вам посчитать. А вот его Виктор Самченко напел. Я сейчас покажу, как оно. Потом спрашивает, можно или нет напеть. Можно. Примерь к себе своим воображением. Считайте. Это моя биография. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом. Стреляет точно в лоб и дает только вниз. Задача выжить. Задача выжить и ни одной победы. Я успевал на каждом повороте. Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройдет. С той стороны земли на все гляжу. Если я умер, я тут уже гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Хотя как знать, когда я ускользну. Стрельба и от петля не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их совещание по тайным кабинетам. Моим паролем, кличкой псевдонима. Пропитанные, обклеены планшеты. Так день и ночь, а стрелы мимо-мимо. Я успевал на каждом повороте. Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройдет. С той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Их измотало в горных перевалах. Там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. И следуют святых, о том я начитал. Мой бег, мои убежища с Давидом. За мною Дорик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед так риды. А штаб-квартира и избран Барнаул. Я успевал на каждом повороте. Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройдет. С той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Я с поисеем на своей вершине. Последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками с биноклями в машине. Мы след вынюхивают у пустов реки. В моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не досягая муан. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы читайте по слогам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройдет. С той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройдет. С той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Понимаете, трудно много в жизни, но труднее всего приобретать друзей настоящих. И вдруг у меня находится сейчас друг, один из самых близких. Которому ни один не позавидует. Ему 21 год. Они купаются на берегу реки. Ему 1,90 м. Рост. Сколько у тебя? 178 м. И он прыгает и ударяется об ревно. Его из-под воды вытаскивают. Там уже минут 15 прошло. Мертвый лежит. А там купались молодые. Подошли и говорят, ну попробуйте, переверните. Может быть что-то можно сделать-то. И они его когда делали, стали с него вода потекла. Он ожил. Организм сильный такой. Но когда делали, то у него все перерезало. 7 позвонков в гребезге. И перерезало ему спиной мозг. И он лежит 12 лет сейчас. Это он сейчас составляет новый сайт. Мой сайт. Вот в таком виде. Ему помогают в Израиле, в Беларуси. И он парализован. Я могу показать его. По иконам рисунок. У него ничего не движется. Локоть только. Он локтем как-то делает там. Он первое место в мире занимает. Так у него только локоть держится. Он в городе Воронеж зовет Козлов Сергей. Это мы каждый день беседуем. Наши ролики стоят. Мы с ним беседуем. Феноменальнейший человек. Он за трех мужиков работает. У него не работает ни что. С него надо откачивать. У него полностью не работает система. Ни руки, ни ноги. Он лежит, руки как-то так выверщены все. А как он сайты создает? Вот так и создает. Вот если бы хотели бы его увидеть и услышать. Я бы его показал конкретно. Вот здесь мы с ним беседуем. Его бы можно чуть-чуть только показать. Хотите? Хотя бы увидеть. А это что тут? Вот человек. Вот сейчас я его назад верну. Вот. Где-то тут он. Не вижу даже. Я не переживаю. Как бы не темно было на улице. Мы на улице еще хотим вас найти. Да ничего. Где-то. Да что-то я в него не захватил-то. Не ожидал так делать-то. Да. Другой священник. Вот. Ага. Вот он. Вот он где. Вот посмотрите его сейчас. Как он выглядит. Это он составил. Мы с ним беседовали. И он вот это вот сейчас составил. Уже. Вот эти вот визитки мы готовим о нашем сайте. Как он готовит. У кого нет визитки возьмите себе. Спасибо. Это наш сайт. Вот сейчас он покажется. Посмотрите. Минутку. Нет. Я таких людей просто не ищу. Их нельзя найти. Это сам Господь находит. И где меня долбит кто. Его тоже долбить начинает уже там лежащего. Парализованного. О. Что-то непонятно. Да и грузится Игнать Ильич. Ладно. Не-не-не. Все получается так как хочешь. А вы в фейсбуке есть, да? А? В фейсбуке вы есть? Я вышел из него. Мне он ничего не дает. Я не люблю это. Я люблю так, чтобы одним щелчком на пять тысяч человек выходить. Мне нужна аудитория. Угу. И когда меня затащили в фейсбук. Все сделали. Я через два дня вышел. Говорю, не мое. Вот. Мейл.ру. Мой мир-то. Это подходящее было. А сейчас нет. Мне жалко, что просто времени нет показать какие места я выписал для старости. Вот просто увидеть хотя бы. Давайте. Ну это коротко. Прочитаю хотя бы. Маленько. Вот посмотрите. О. Праведник светет как пальма. Псалом. 91. Первый. Возвещается, подумай, кедр наливанием. Насажденные в доме Господнем они святут во дарах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежие. Чтобы для чего... Обновленцы. Это обновление 100%. О, подожди. Вот он. Это где-то вышло. Ну видите, это перемотнуло. Оно включается, когда не надо. Вот. Чтобы обозвещать, что праведен Господь. Твердыня моя и нет ни правды в нем. Вот для чего нужно жить в старости. Потом. Какой плод духа? Галатам 5.22.26. Теперь. Исайя говорит. И до старости вашей я тот же буду. И до седины вашей я же буду носить вас. Бог говорит. Я создал и буду носить. Поддерживать и охранять вас. Какие места есть утешающие в Библии? Ибо он будет такой человек, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен. И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Хоть ты в тюрьме, хоть где будешь, ты будешь проповедовать нести. Слова-то какие, смотри. Но праведней будет крепко держаться пути своего Иов. И с чистой руками будет больше и больше утверждаться. Дальше Иоанна 15, 2, 5. Всякую метведь, не приносящую плода. Он отсекает. А всякую приносящую плод ощущает, чтобы более принесла плода. И далее. Всеза праведных, как светило лучезарных, которое более и более светлеет до полного дня. Псалом 1, 3 стих. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приведет плод свой во время своем. И лист которого не вянет, и во время во всем, что не делает, успеет. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возмещу силы Твоей, родусь ему и всем грядущим могущество Твоего. Игорь Тихонович, а что для вас было самое сложное в компьютерной технике в этой? Какая операция была? В общем, она нормально работала, никакой сложности бы не было. Я сказал, на компьютере может работать парнокопытное животное. Здесь ничего не надо знать, куда добить. Вот кто составлял, вот Билл Гейс, там другие, вот это я понимаю. Или там этот, который этот, Тим Бернерс Ли, изобретатель. Вот надо было думать. А это тут я готова. Ибо не в долговечности честная старость не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей. И беспорочная жизнь возраст старости. Почему люди сегодня такие дурные? Под старостью они маразматики согнулись уже, потому что блудники. Никакой грех не проедает так мозги, как блуд, разврат. Неверность жене там, до свадьбы там уже живут половой жизнью. Это инвалид уже умом. Меня Бог сохранил от этого греха, и поэтому 74 года я рассуждаю, запоминаю, как будто бы ничего этого нет. Это Бог делает. И поэтому для стариков у меня всегда есть ласковое слово. Покайтесь, веруйте в Бога. Нужно научиться болеть и научиться умирать. Я вот еду по Чечне, ну, мы там отдыхали в степи, на поле, ну, с людьми встречались. И думаю, сейчас будет то, что с нашими солдатами. Как я буду умирать? Я вас благодарю Бога, помолюсь за них, чтобы им Бог это не поставил в вину. Я знаю, как умирать. А вот этот Сергей, парализован-то. Вот он, вот от Сергей-то, он сразу меня понял. Он как только начал, мы познакомились, и он говорит, я вас понял. Вы хотите умереть за Христа. Мгновенно. Я говорю, да. Но я исповедник, а другой мне Бог не дал, может быть. Это мне не дано. Как от Бога будет зависеть? Поэтому каждому дню надо радоваться, как последнему. Это Бог знает. Будет у нас, еще жизни будет. Пойдемте на улицу. Пойдемте на улицу. Пойдемте. А вы в валенках. Я разуюсь? Нет. А вы в валенках. Нет, у меня валенки там. Так мы сюда вернемся, нет? Мы, наверное, поедем уже и дайте. Ну смотрите. А то нам это... У нас просто оперативно... Мы не успеем. Отвезти его надо. Для стариков целую программу мог бы нарисовать. Но мы в следующий раз... Так, подожди, Наташа. Это. Подождите, снять. Она просила голубя. Я для нее голубя держу. О! Слушай. А мы на улице. Какой на улице? Ты сфотографируешься с голубем. Ой, подождите, 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 подождите. Так посмотри, какой красавец, какой шиньончик-то. Ой, какая. Красота-то какая. Подождите. Подождите. Смотри. Как она тебе на фоне-то там будет выглядеть-то, на черном-то. Сейчас. О! Сережа. Как можно не любить такую птицу? Ну смотри, какая она. Ну чего. Красота. Смотри, какой голубь-то. О-о-о. Это я отрезал штаницу. А что за порода-то-то? Ну такие перья длинные и на ногах такие же. А что за порода-то? Ну это турманы у меня. Это я не знаю, то ли залеты, или у нее глаза особые породы выведены. Видите как? Хохолок прям такой, да? Вот. Глаза-то какие у нее. Ну. А клювик-то коротенький. Это очень супер породистая она у меня. Вот пожалуйста. Ну и вы на голубятню лазите. Вон у голубятни. Вчера много снимков. А у нее шпоры вот такие еще длинные были, да? Да. Вот такие они были, но я ходить трудно. Я их взял и срезал. Мне зачем? Я же не на выставку. Ну. Вот смотри. Это никак нельзя объяснить, только любое. От них толку-то никакого. А большие расходы там, зерно. А что? Ты знаешь? Нет. Нет. Да. 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 Вот я считал, конечно, с чужого голоса говорю, что человек использует не более четырех процентов. Это говорит Иоанна Москомынский. Отец мировой педагогики. И раскопать остальное в себе, ну это надо просто знать. Ну я одену. Вон они где лишь. Включите там пожалуйста свет. Ну красавица вообще. Там задевался. Ага. Во. А то не Гнатьич. Благодарите вас. Так, Сережа, что-то взять надо. А ваша где, Игнать Тихонович? Он одевается тоже. Вот здесь я и сижу. На форуме. Ну по сайту там работают вторые. За счет открыли мы. Два открыли нам в Америке. Сейчас готовят в других странах где открыть. На случай если здесь какое-то будет гонение. Сохранить это сокровище. И Бог дает. Разговариваем одновременно. Из Израиля берутся люди. Ну там платят куда-то деньги. Я не плачу. У меня ничего нет. Это Бог так сделал. Это еще нам, конечно, это не просто проехать в Стандинавию с завистью после Прибалтики. Сусть здесь. Где-то там. А, нет. Ничего не забывайте. Посмотрите. Так, а шапка моя там нигде не валяется. Так. Ага. И как-то Бог так все устраивает. А может там ты вместе идешь? Ну-ка посмотри. Ну-ка сейчас я посмотрю где что есть. Ничего вроде бы нету здесь. Нет. Здесь еще нет. Так, Наташа, мы о чем договорились? Что там? Обязательно. Обязательно. Сереж, ну что, кошки? Кошки прямо в полду тащили. А, вон она она. О! Без шапки. Тут легко искать кучу, но легко и потерять под кучей. Подпись какая-то. Можно научиться быть довольным, что есть и благочестивым. Писание говорит. Никогда не жаловаться, не роптать. Нам ни один президент, ни хоть какой будет, хоть царь не поможет. Если мы сами никуда шли. Выдох и вы где-то через секунд 30. Ага.